Это правильно. Движемся в Европу. А как тебе зарплата на удовлетворение своих потреб, на проживание, на коммунальные услуги? Ну, я вообще жил в Англии, и там у меня заработная плата в среднем была 1500 евро в месяц. Это если с фунтов стеллингов на евро перевезти. И тебе хватало? Да, мне хватало. То есть смотри, мне там где-то 40% конечно уходило на жилье, на продовольствие. Но потом вот именно все, что оставалось, мне этого было вполне достаточно, чтобы гулять по городу в свободное время. Знакомиться с людьми, посещать разные мероприятия. Все было отлично. Да, прикольно. Понятно. Вы, самое главное, не бойтесь. Ну, просто, ну, вам никто ничего плохого в Европе не сделает. Потому что даже если вы вообще без копейки и денег там приедете, то вам всегда помогут. Самое главное, чтобы вот именно, ну, как бы, вы были целеустремленными, чтобы хотели, как бы, устроиться на работу, что-то новое узнать. Вам помогут. Так же самое и с языком. Я же тоже, когда ехал в Ноддан, я, ну, не понимал их акцента, там, не знал вот именно 100% английского языка. Тем не менее, смог устроиться на работу. То есть даже так получается. А ты хорошо английский язык знаешь, да? В школе ты хорошо знал? Нет, у нас, как бы, это, я его выучил, работая с туристами. Американцами, англичанами, австралийцами, канадцами. То есть у меня такое более, вот, разговорно я его выучил. Ты приехал в первом году, да? И ты сразу начал работать, да? Нет, нет, в 2001 мне было 11 лет всего-навсего. Я вот серьезно, я вот серьезно начал работать, когда мне было 17 лет. То есть, как бы, начал подрабатывать в 15 лет. Ну, вот так вот, блин.